Наступление сентября для многих из нас означает начало активной работы и, конечно, с начала нового учебного года. Тему школьников мы уже затрагивали не так давно с вами в этой программе, еще в конце августа. Сегодня же настала пора поговорить и о студентах. Сколько сегодня стоит обучение в Национальном университете? Какие специальности выбирают студенты страны? И как решается проблема с общежитиями для студентов? На эти вопросы через призму Евразийского национального университета имени Льва Гумилева ответит ректор Ирлан Садыков. Здравствуйте, Ирлан Баташевич. Во-первых, большое спасибо за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студии. Я знаю, что как раз-таки у вас сейчас время как раз-таки напряженное. Скажите, сколько студентов на сегодняшний день вместе с новыми абитуриентами и теми, кто учились у вас сегодня учиться студентам? Пользуясь случаем, позвольте мне поздравить все студенчество Казахстана с началом учебного года и пожелать отличной учебы всем. Это самое главное для детей. Для чего мы работаем и стремимся и ждем с нетерпением. Так как в этом году наши ожидания оправдались, как всегда, традиционно. Мы набрали около 5000 студентов на первый курс. Из них 3100 обладателей государственных грантов. Это абсолютный рекорд для одного вуза. И уже, по-моему, в прошлом году такая ситуация была? За 3000 перевалило в этом году 3100 обладателей. Это практически 10% всех обладателей государственных грантов Казахстана. Это хороший показатель. Этому способствовала кропотливая работа наших преподавателей, наших коллективов в целом. И репутация нашего университета, который в последнее время в международном рейтинге продвигается динамично. Три года назад, если мы находились в международном рейтинге QS World Ranking, то сейчас мы находимся в топ-300. То есть 300 лучших университетов мира. Это хороший показатель. Сколько стоит учиться в Евразийском университете, в одном из лучших 300 университетов мира? У нас, как и во всех национальных вузах и некоторых ведущих элитных частных вузах, 650 тысяч тенге. В год? В год обучения в среднем. И мы этот показатель, эту сумму последние 5 лет не меняем. Но мы не стремимся... По сравнению, Ирланд Иванович, по сравнению, например, с другими вузами, да? И национальными, и, скажем, государственными. Ну, у нас средний. Средний, да. Есть выше, чем эта сумма, и есть гораздо ниже, чем эта сумма. Из числа грантников. Какие специальности больше выбирают грантники? Ну, грант объявляет государство. Естественно, государство в этом направлении отслеживает, что необходимо для экономики. В перспективе для казахстанской экономики, для динамично развивающей казахстанской экономики, необходимо специалисты технического профиля. Отсюда и количество грантов. Вот такое распределение. А вот показатель среди тех, кто учится платно, на платной основе. Какие они специальности? Что интересно, в наш университет мы не оказываем услугу, обучая заочно. У нас только дневное обучение. И мы не стремимся принимать на платной основе большее количество студентов. У нас ограничено. То есть сначала предпочтение дается грантникам, потом уже... Мы обязаны принимать грантников, который изъявил желание учиться в Евразийском национальном университете. Как вы и сказали, это каждым годом растет, это количество. А университет не располагает базой, аудиторными фондами, чтобы обеспечить их постоянный такой рост. Поэтому мы придерживаем прием за счет увеличения или за счет повышения требований поступления на платной основе. Касаемо выбора специальности. Например, в далекие годы, еще лет 15-20 назад, когда я еще поступал, это начало 90-х, у нас уже шел уклон на то, что поступают одни в основном международники и юристы. Вот что самое интересное, вот прошло, и по большей части безработных как раз таки международные и как раз таки юристы. То есть такая у нас... Все думали, что у нас будет просто супер правовое государство, учитывая количество 90% шли как раз таки на юриспруденцию и на экономику. Сейчас как вообще у нас? Такая, к сожалению, такая тенденция сохранилась. Но не в таком объеме, как 10 лет, 15 лет тому назад. Все поняли, что диктует рынок. Поэтому, тем более, сейчас государство выделяет больше и больше количества грантов на педагогические специальности, технические специальности, медицинские специальности. То есть для работы реальным сектором экономики. Вот это население начал понимать, поэтому поступают нам в основном обладатели государственных грантов технических направлений. Но, тем не менее, есть, остаются еще желающие поступить на платной основе, правда, на международника, юриста, финансиста, маркетолога. Нет, конечно, такие специальности, они в любом случае нужны, но я думаю, что останутся все-таки единицы, да, те, которые пойдут работать. Кстати, вот насчет трудоустройства, отслеживаете ли вы тех людей, которые, вот, закончив ВУЗ, идут, скажем, работать? И из какого процента трудоустроенных? Процент трудоустройства варьирует по-разному, от 80% выше, в зависимости от специальностей, от потребностей, от конъюнктуры рынка. Но, тем не менее, это показатель трудоустройства выпускников, это показатель, индикатор успешности любого ВУЗа. В последнее время, мне очень приятно, замечаю, в некоторых объявлениях или запросах пишут желательный выпускник Евразийского национального университета. Но это уже показатель, да. А вот теперь скажите вот к таким вопросам. Очень много поступает вопросов, кстати, и от обычных наших телезрителей, от тех, кто уже учится. Очень большое количество студентов и не хватает на всех общежитий. Это актуальный вопрос. Как сегодня с этим обстоит? Это и не только у нас, не только для Астаны, но и для всего Казахстана проблема, так как глава государства в свое время поставил задачу решить данную проблему. Он дал поручение построить на 20 тысяч студентов кампус в Алма-Ате и на 10 тысяч студентов кампус студенческий в Астане. Начало есть, мы через год-два, наверное, и получим эти общежития. И тогда практически решится данный вопрос. А вот сейчас как быть с теми студентами? Сейчас очень остро стоит вопрос. То есть какие есть, может быть, выходы, давайте поищем, может быть? Это очень остро стоит вопрос. На примере нашего Евразийского национального университета всего обеспеченность составляет 25%. 75% они рискуют сегодня остаться на улице? Да, да. Но у нас решение таковое путем уплотнения. Это не совсем верный путь. Ну, конечно, не совсем верный. Но, тем не менее, там, где, скажем, должен жить два человека, будем, если учитывать 25-75, будут жить 10. Но они все будут жить. То есть не будет таких случаев, которые, скажем, на францию где-нибудь. Потом наше радикальное решение это берем в аренду общежития. И таким образом мы практически на сегодня решаем проблему на 100%. Все желающие мы обеспечиваем общежития. А где эти общежития, которые мы берем в аренду? Ну, вот в Астане, в центре. То есть самое главное, что никто из наших детей, которые сегодня поступили, не останется на улице. Не останется. Но другой вопрос. Условия размещены. Ну, условия, я думаю, что они понимают. Но если вы уже обещаете, что через год-два у нас уже будет кампус так, что уже благоустроенный, то, конечно, мы заверим наших студентов, что это будет так. Так, давайте поговорим об инициативах. Буквально вчера прошел очень интересный форум. Форум молодежи, который называется «Поддержи стартап». Про стартап-проекты. Расскажите, пожалуйста. Я думаю, что многие из наших телезрителей как раз таки и видели этот материал вчера. Ну, любой университет, он обязан заниматься наукой. И у нас тоже в нашем университете хорошо поставлено это направление деятельности. У нас работает очень много известных в мировом масштабе ученые, которые занимаются разработкой серьезных научных проблем. Для организации этого направления дела мы создали три года назад инновационный парк, целью которой является, миссией которой является интегрировать науку, индустрию и образование. Вот на базе инновационного парка мы создали, недавно запустили стартап-зону. Вот это что означает? Значит, прежде всего, это стартап-зон, это материализация идей. Есть идея, есть разработки, его надо материализовать, надо показать индустрии, показать представителю промышленности, что мы предлагаем. На небольшом объеме, хорошей упаковке, так сказать, и таким образом убедить. То есть хорошая площадка для молодого ученого, да, скажем, в том, чтобы... И не только молодого ученого. И уже тех, кто уже работает. Конечно, конечно. Есть ученые, которые 30 лет занимаются одной и той же проблемой, но сейчас стартап-зона, через услуги стартап-зоны, они уже выходят на конкретного потребителя для реализации. Мы это вопрос как? Объявляем конкурс, объявляем конкурс. Мы в этом году отобрали 8 проектов для стартап-зоны и за счет своих средств профинансировали. Они должны где-то в апреле месяца следующего, так сказать, выдать свой результат своей продукции. Эти продукции они должны продавать. Кого вы привлекаете в качестве партнеров для того, чтобы, скажем, увидели? Ну, министерство, я не знаю, предприятия какие-то, может, национальные компании? В первых порах для пяти проектов мы выделили 84 миллиона тенге, и все проекции на разработку имеют конкретных заказчиков. Это КТЖ, Казатомпром, Казахмс. Они уже видят в наших разработчиках то, чего они сами хотят. То есть, скажем, чем привлекать где-то чьи-то идеи, скажем, из-за рубежа? Конечно. Надо менять вот такую психологию. Ломать надо психологию недоверия отечественным казахстанским ученым. Они ничем не хуже. У них хорошие разработки есть, хорошие результаты есть. Для этого мы два года назад обратились с представителями индустрии, всем промышленным объектам, предприятиям с просьбой показать нам свои проблемы, которые требуют участия науки наших ученых. Мы таким образом около 200 задач собрали. Конечно. Около 200 задач, которые требуют решения. И из них мы, когда посмотрели, анализировали, 7 задач уже готовы, оказывается, у нас в университете. А 47... Просто об этом никто не знал. Никто не знал. Ученые сами по себе занимались, и те предприятия сами по себе занимались, промышленные. И 7 готовы. А 47 мы в течение года придумали и решили. Ерлан Баташ, скажите, пожалуйста, тут еще очень много вопросов приходит. Вы узнали о том, что, к примеру, у вас есть 7 таких проектов, о которых надо говорить. Вообще, скажите, пожалуйста, насколько вы открыты со студентами? Насколько у вас состоялся диалог с каждым из вас? Отвечаете ли вы на блоги? То есть здесь очень много вопросов приходит, которые я просто не смогу, в силу того, что у нас с вами осталось буквально 3 минуты в эфире. Насколько вы отслеживаете жизнь студента? Насколько вы знаете, чем сейчас живет студент? Для того, чтобы отслеживать, надо создать условия. Есть у нас хорошая программа в университете запущена. Это все для студента. Так. Здесь и обширите, которые проблемами, но тем не менее мы решили этот вопрос. Это активный участие в общественно-политической жизни. Это и художественная самодеятельность. Это много-много вопросов, которые студент должен проходить и иметь в своем багаже по завершению нашего университета. А вот так вот, например, есть ли у какого-то студента, ну а есть определенные проблемы, да? Ну, есть у него, скажем, ну, чем поделиться с вами? Как он это может сделать? Есть студенческий профсоюз, студенческие организации очень много у нас, ассоциация выпускников помогает студентам, ассоциация обладателей Алтенбельга, комитет молодежи, очень много. И, естественно, у меня по графику месяц-два раза встреча со студентами. Большое спасибо вам. А я хотел бы напомнить о том, что сегодня в гостях нашей программы был ректор Евразийского национального университета Ерлан Цедыка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова